Только не надо обижаться. Мне тут в личку пишут многие на Фейсбуке, потом на других платформах. В личку. Там задают вопросы на мои видео. Ну, я не могу каждому ответить. Я посылаю на ТикТок. Говорю, на ТикТоке есть такая функция, что можно вопрос задать или что. Я могу видео ответить. Ну, и это тоже тут было написано, что я не понимаю ни по-английски, ни по-русски. Ну, там на немецком же всё переводится на всех языках. Вот эти вот... Там просто вот зайдите к себе в ТикТок, и там вот написано... Там можно вот поставить функцию, перевести на какой язык, на какой вам нужен. Кому на немецкий, тому на немецкий. Кому на испанский, на испанский, на французский. Я вот эти вот названия пишу на английском, потому что вот эти видео ТикТоковские, они потом появляются на Гугле. Я вот заметила, что вот эти все видео со мной связаны. Они у меня на Гугле под моим именем Мария Мараховская. И поэтому я подписываю по-английски. И... А вот эти русские, вот кто там русский, по-русски пишет, вопросы задает. Я не знаю, они переводятся, нет? На другой язык. Или они на русском стоят? Ну, какая разница? Самое главное, что вот то, что я подписываю, оно переводится на все языки. И вот эти вот видео, то, что я сейчас по-русски говорю, они потом, вот эти субтитры, можно поставить на разные языки. То есть сложности я никакой не вижу. Я просто не успеваю каждому лично отвечать. Вот мне пишет один, пишет лично вторая, третий. Ну, то есть у меня... Я не успеваю уже видео обрабатывать. Я уже не рисую. Ну, концерт еще дала. Две недели у меня прежде времени не было концерт дать. Рисовать вообще прекратила. Если я еще буду каждому в личку вот так отвечать, то я вообще ничего не успею. Поэтому я вот отвечаю на ТикТоке. И чтобы каждый мог посмотреть, вот кого что интересует, я специально вот так подписываю на английском языке, чтобы потом оно переводилось на все языки мира. То есть, ну, о чем речь в этом видео. Конечно, я в основном говорю на русском языке, ну, чтобы понятнее было. Это мой родной язык. И я могу быстрее и четче выразить свои мысли, чем я сейчас на немецком буду говорить. Или еще хуже на английском. Ладно. Я надеюсь, никто на меня не обижается, что я не отвечаю и все. Но обиды уже есть. Я уже вижу, такие обиды идут. И, ну, не надо обижаться. Это не то, что я не хочу общаться. У меня нет времени. Я со всеми, вот, видно, общаюсь. И, вон, смотрите, на все видео отвечаю, все время пишу, стараюсь, как могу. Так что не надо обижаться. Ни в коем случае. Не надо никаких обид. Видите, у меня очки такие специальные. Это такие компьютерные очки. Это мне мама подарила много лет назад. Я без них вообще работать не могу. Вот чуть-чуть, пять минут за компьютер садишься, вот, они специально вот защищают вот это, как называется, вот это, от компьютера. И без них пять минут работаешь, начинают глаза чесаться. А вот с ними можно часами работать. Супер очки. В аптеке продаются. Вот мы в Омске купили, в России. Классные очки, вот, советую каждому. Со смартфоном, конечно, я не люблю в таких очках сидеть, а за компьютером сама то. Так что, классные очки у них. Там такие стекла специальные. Супер. Ладно, пошла я вернусь к видео обратно. Так что, народ, никто не обижается. Все какие вопросы есть, вы мне пишите, отвечайте там на видео. На видео. Вот, посмотрите мои видео. Пишите там что-нибудь. Я потом смотрю. То есть, не сразу появляется этот комментарий. То есть, подождите терпение, пожалуйста. То есть, кто мне комментарий пишет, я же не могу сразу вот взять и ответить. И у меня очень много хейтеров, поэтому у меня там функция подключена на ТикТоке и на Ютьюбе, и везде у меня подключены функции, что я сначала подтверждаю комментарии, я сначала прочитаю, что там написано, перед тем, как там у меня фильтрация идет. Я все подряд не... У меня не открытый аккаунт, что там можно написать мне, и все будут читать вот эту ересь. Я же хочу, чтобы у меня все было как надо, и на Ютьюбе, и на ТикТоке. Всех проверяем, все смотрим. Потому что ТикТок там и Ютьюб, они ничего не проверяют. Ну, или проверяют там... Ютьюб там... Если бы я не подтверждала комментарии, там бы вообще кошмар был. Там столько злости, там столько ненависти. Страшное дело. Я это все читаю, потом удаляю, отправляю на пересмотр. Вот так вот. Так что терпение. Никто не обижается.